Осудить тех провокаторов, тех оппозиционеров, трех человек, которые систематически призывали к бою, они прямо говорили, бейте, убивайте, давали им все возможности, чтобы все это совершилось. И я считаю, что мы, наши депутаты и все присутствующие, должны осудить это тройку. Так не должно быть. Я думаю, что не только в нашем городе это произойдет. Поднимутся все для них осуждения. Я очень прошу. Знаете, я с вами очень соблазна. Я скажу так. Киевляне хотели сегодня оппозицию, они ее получили. Пусть видят, что они получили. Мы сегодня, у нас это не пройдет. Вы видели? Я буду впереди стоять. Никто мне не говорил, что я гость чиновник, я не имею права стоять народом. Я народ. Меня избрал народ. Я буду первой стоять. Пусть меня сначала убьют, а потом попробую труднуть мой народ. И никто не изменет. То, что сегодня необходимо высказать свое отношение к этому всему, партии регионов сегодня на фракции партии регионов, они определились. Если какие-то партии сегодня поддерживают это решение, вот высказала партия коммунистов, Бондаренко, мы готовы совместно написать такое этой позиции письмо. Что? Так, а что им писать сегодня, родные мои? Как сегодня сказала Кушакова Надежда Ивановна на фракции, а что им писать? Если их народ уже не слушает. Народ сегодня идет за деньги. Нету там никого другого. Если ты везешь в драку, если ты пойдешь в драку, 1200 гривен в дне. Если ты идешь ночью в драку, 3000 гривен. Люди, заработная плата за день, за день 450. Кто из вас с вами получает 450 гривен? Я таких денег не получаю. Вы получаете? Нет. Мы в субботу на Привокзальной площади в 11 часов фракция Компартии проводят митинг в дружбу. Вот я буду... Митинг какой? Нет, нет. Отлично. Радовался всем проходить. Вот там высказываем свои и хотим перехватить ли вы в Россию. К президенту нашей тоже самое будет. Чтобы они тоже не просто. Все, посмотрите, все обращаются. Даже наши оппозиционеры, Личко. Почему все это произошло? Личко поехал вместе с Аминьком в Германию. В Мерсию. Как только приехали, мы получили. Значит, они там получили указин. Им можно обращаться. Почему мы молчим и не обращаемся? Ну, будем оммэй прошли. Давай же про это говорим. Сегодня мы получаем следствие. И это следствие, опять же, все того же указа о героизации Аутубана. Этот указ дал разгул фашизма в Украине. И сегодня это можно только остановить при помощи общественности, в том числе и заграничной. Мы должны уже сегодня обращаться к общественности, чтобы у нас этот фашизм на Украине запретили. И поэтому, конечно, я смотрела телевизор, я душу, я плакала. Почему? Ребят выставили против вооруженных битами. Я битами вижу только у бакитов в руках. Битами убили Александрова. Битами бьют наши защитников на Майдане. Они вооружены железными прутами. Они вооружены оружием. А ребятам дали резиновые палки, которых где-то сантиметров 70 длина. А битаметр длина. И резиновой палкой ударить или битой. Поэтому я не знаю, как можно это все переживать. Как можно было кричать фашисты на эпартию регионов. А сами шли с фашистскими флагами. Фашистские флаги, фашистские повязки, фашистские лозунги и обзывая кого-то фашистами. Фашисты сегодня нужно запрещать. Поэтому я считаю, что нам нужно проводить и мероприятия, и митинге. Но фашисты в Украине нужно запрещать.